В прошлом месяце Иран открыл первую подземную военно-воздушную базу. Объект будут использовать для нанесения ответных ударов по Израилю или другим странам, заявлял глава военного ведомства Исламской Республики. Анализ изображений с недавно обнаруженной подземной военной воздушной базы в Иране показал, что это место, вероятно, готовится для размещения современных российских истребителей Су-35. Об этом пишет New York Times. Новая сделка между Тегераном и Москвой означает, что военное сотрудничество между странами вступило в совершенно новую фазу, подчеркивают эксперты. Если Иран получит Су-2035, это значит, что Иран сможет очень хорошо защищать своего неба. И тогда то спецоперации, которые Израиль все время откладывает, чтобы не дать Ирану получить ядерный арсенал, тогда Иран, Израилю будет гораздо труднее этого сделать позже. И не только это будет гораздо труднее Израилю, но и Штаты в целом. По контракту непонятно, сколько ракет получит Иран, потому что самолет без ракет, без средств поражения, не имеет смысла. Вопрос в том, может ли сейчас Россия поставлять на экспорт ракеты класса «воздух-воздух», которые им нужны и самим. Иранские СМИ пишут о том, что российский Су-35 является одним из самых мощных истребителей четвертого поколения в мире. По словам экспертов, сделка между Москвой и Ираном не подразумевает военный бартер. То есть, самолеты в обмен на иранские беспилотники или боеприпасы. Скорее всего, это не бартер, а это продажа за деньги. И скорее, это бизнес-контракт, за который иранцы платят деньги. Авиационный парк Ирана настолько устаревший, что эти машины, сколько бы их ни было, 24 или 35, они не решат никаких проблем в регионе. Ведь, например, израильский парк превосходит и по количеству, и по качеству. В последние годы Иран переместил большую часть своей критически важной военной инфраструктуры под землю. Однако это не мешает Израилю наносить удары, включая подземный ядерный объект в Нетензе, в результате которого были повреждены центрифуги. Тем не менее, США, ближайший союзник Израиля, все больше обеспокоен военной деятельностью Ирана в регионе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время последней встречи с министром обороны Израиля. «Иран остаётся главной причиной нестабильности в регионе. И мы по-прежнему глубоко обеспокоены его достижениями по созданию ядерного оружия, его агрессией. Мы призываем всех наших союзников и партнёров сделать шаг вперёд в этот переломный момент истории». США и Израиль договорились усилить меры по сдерживанию враждебной региональной деятельности Ирана. Как пишут западные медиа, во время встречи глава Пентагона Ллойд Остин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили новые возможные военные операции против Ирана. «Сейчас, я думаю, они обсудили, как может выглядеть эта спецоперация против Ирана. Она будет либо совместная, как Израиль и США, либо это может быть альянс, когда-то наподобие, когда был собран альянс для демонтажа диктаторского режима Саддама Хусейна в Ираке». В свою очередь, Нетаньяху подчёркивает, что если союзники не предпримут никаких серьёзных усилий для сдерживания, Иран и вовсе станет ядерной державой. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.